Всем доброго утра дорогие мои друзья! Вот я проснулся 10 минут назад и решил дооткрывать для вас вот этот вот желтый конвертик, который мы с вами вчера открывали. Начали открывать и достать отсюда второй кит-набор, а второй кит-набор это у нас Doorbell Suit, как переводится дверной звонок. Кит-набор дверного звонка, мы паяли с вами беспроводной звонок, а этот звонок у нас с вами проводной. То есть по просьбе одного из вас просили заказать проводной в комментариях, я заказал. Вот такой вот он очень-очень простой вообще кит-набор, то есть мы его с вами соберем просто вообще наверное на одном дыхании и посмотрим как он будет звонить. Звонок этот у нас оказывается на батарейках, сюда устанавливаются две пальчиковые батарейки, здесь есть динамик, который у нас в прошлом звонке отказался работать в этом, надеюсь он у нас будет работать. Более-менее разобрался, сначала я думал, что китайцы нам недокомплектовали вот эту кнопочку, потому что нету здесь ни контактной группы, ничего такого на первый взгляд. Но на самом деле она тут есть, я вот так помозговал и понял, что это все собирается примерно следующим образом, сейчас я вам все покажу. И получается у нас с вами вот такая вот мега крутая китайская кнопочка. Вот такая вот контактная группа и она наверное даже будет работать у нас с вами. Вот так вот как-то она выглядит, все жестко по-китайски, просто вообще жесть. Вот могли бы хотя бы какую-нибудь крышечку сюда предусмотреть. Значит кнопочку мы с вами собрали, далее мы с вами сейчас подпаяем транзистор к этой микросхемке, все это смонтируем вот здесь вот на весу, как-то я не знаю. Значит если смотреть лицом на транзистор, то левая нога это у нас эмиттер, посередине база и справа вот это вот коллектор. То есть мы с вами теперь возьмем вот эту платку и припаяем сюда, так как показано на схеме стрелочка, это эмиттер, вот этот левый вывод у нас идет на динамик. База припаивается к третьему выводу, это вот сюда вот. Так, а коллектор у нас с вами припаивается к первому выводу, то есть как-то вот так вот это все дело припаивается. Сейчас мы с вами все это быстренько сообразим. Так, давайте посмотрим еще на схему и ко второй и последней у нас с вами подпаивается кнопочка, то есть вот ко второй и последней ножке вот этой микросхемы, скажем так, подпаивается кнопочка. Что у нас с вами остается, остается вот к этому правому выводу подпаять, значит два проводочка еще, один у нас пойдет на динамик, а второй пойдет на батарейку, то есть это у нас будет минус батарейки, вот коротенькая полосочка обозначает минус, длинненько обозначает плюс. Так, подпаяли плюс и теперь давайте подпаяем второй проводочек, который пойдет на динамик к эмитеру транзистора. Вот он у нас здесь выходит с вами, сейчас мы его облудим и подпаяем. Все, ребята, плата у нас готова к установке, мы все здесь вроде как припаяли, осталось припаять питание к батарейке, к отсеку с батарейками и провода к динамику. Установили контакты в отсеке для батареек, значит вот этот, который без пружинки, это плюсовой, с пружинкой это минусовой. Перевернули, тут нужно немножечко зачистить, как я вот это уже сделал и облудить. Так, ну все, все проводочки запаяли, осталось приклеить вот эту вот платку куда-нибудь, но я наверное это делать не буду, просто так сейчас все закрою. Целая беда была найти две пальчиковые батарейки, но все-таки я их нашел, выковырил их из освежителя воздуха. Ну вот, давайте их установим и проверим, как работает наш китайский звонок. Батарейки в отсек влезли, Made in China надпись на батарейках, то есть все у нас соответствует. Звонок соответствует батарейкам и батарейке звонку. Вот он и приобрел вес, кстати. Что-то он даже как-то не захлопнулся, не защелкнулся, просто так закрылся и все. Ну, видимо на клее он садится, не знаю, потому что нету никаких следов защелок, просто все вот как-то так вот. Все очень по-китайски, корпус прикольный и думаю он нам даже наверное пригодится с вами еще куда-нибудь. Вот, давайте нажмем уже на кнопочку и посмотрим, как он у нас звонит. Классно звонит звонок, очень громко. Блин, что за хрень? Не работает у нас значит звонок с вами, ребята. Вот, нажимаем, ничего не происходит. И прикол в чем? Выставляем в режим прозвонки, берем щупы, подносим его к динамику. Из мультиметра мы с вами слышим мелодию, которая играет. Это, ребята, говорит нам о том, что вот этот динамик приказал долго жить. Как и в прошлом кет-наборе, мне просто смешно реально. Вот как так можно заказать два звонка и оба приходят с палеными динамиками? Ну как вообще такое возможно? Вот, то есть динамик у нас с вами не работоспособен. Я его отпаяю и просто тупо выброшу в ведро. Вот, смотрите. Как вы можете видеть, он не звонится. И сопротивление у нас стремится к бесконечности. Так что вот, дорогие друзья, давайте сюда припаяем динамик из прошлого кет-набора. Припаял сюда динамик, отпаял из того звонка беспроводного и впаял в этот, потому что другого динамика у меня нет. Вот, за беспроводной звонок мне продавец вернул 100% суммы и даже не попросил ничего возвращать. То есть продавец нормальный. Ссылки я вам на оба этих звонка оставлю в описании под этим видео. Можете, в принципе, заказывать. Если у вас будут подобные проблемы, продавец легко возвращает деньги. Вот, ребята, такие дела. То есть тот звонок мне достался на халяву. Думаю, этот тоже мне достанется на халяву. Давайте соберем, значит, и посмотрим, как он у нас работает. Вот так вот. Раз. Раз. Тут у нас с вами... О, уже звонит. Тут у нас с вами есть отверстие. Вот только сейчас заметил. И сюда вкручивается болтик. То есть этот корпус можно легко собрать. Собрали звонок. Давайте теперь нажмем на кнопку и посмотрим, как же он у нас работает. О, ребята, мега крутая китайская мелодия. Хрипит, трещит, пищит. Короче, работает с горем пополам. Работает. Конечно, вот с этой штукой он бы громче работал. Но так как эта штука неисправна, придется открыть диспут и вернуть деньги. Мелодия здесь у нас одна, я так понимаю, и никак не переключается. Так, ну, что я могу сказать. Хороший корпус. Пригодится куда-нибудь. Что-нибудь в него можно запихнуть. Какой-нибудь усилитель портативной мощности. Вот, жалко, конечно, что динамик не работает. Ох, прорывает-то его как, ребята. С этим динамиком. Короче, вот такой вот мы с вами звонок сегодня собрали. Верну-ка я лучше батарейки. Восвежитель воздуха толку будет больше. Но на самом деле за бесплатно, я вам скажу, неплохой корпус. Он нам с вами еще пригодится. Запихнем туда чего-нибудь. Какой-нибудь усилитель маленький. Можно туда запихнуть. Или еще что-нибудь портативное, например, для телефона. Вот. Короче, ребята, такой вот сегодня звонок был. Если вам нравится, поднимаем пальцы вверх. Кто еще не подписался, подписываемся на канал. С вами был Александр. Желаю вам всем удачи и хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok